Само про это наши корреспонденты просто пошли до людей, и они взяли свои старые платежки, взяли новые, и мы пытались просто в кадре пораховать, сколько им сейчас доведется платить, и главное, от чего доведется отмазаться, для того, чтобы просто выкласти за свои деньги из гуманца. Давайте посмотрим. Марьяна и Аркадий – молодая семья. Оба – учителя, она в декрете. Живут в двухкомнатной квартире типовой девятиэтажки. Ежемесячный доход – три тысячи гривен. Стараемся экономить на всему. Газ в счетчик обошелся нам дорого, але мы пораховали, что нам обойдется так потім дешевше. Чтобы вы понимали, нам близко 140 гривен кожного месяца приходилось за опалення газу. Мы поставили лечильник, платим зараз 10 гривен – это максимум 20. Воду гріємо на плиті, потому что в ванне у нас есть лечильник, как бы есть горячая вода, но даже в опаленный сезон вода течет холодно. Надо открыть кран и ждать полчаса, чтобы вода была тепла. А перерахунок нам за воду никто не делает. Платим его по повной программе. Итак, тут у нас платежки за минулий месяц. В интернеті появился электронный калькулятор, поэтому мы можем пораховать, сколько будут нам стоять коммунальные услуги в следующем месяце. Отже, за газ мы в цьому месяце сплатили 42 гривни 55 копеек. Опалення в два рази вийшло, холодная вода у півтора десь, электроэнергия теж майже в два рази. Отже, нам нужно будет найти десь еще 300 гривень додатковых, которые нам нужно будет вытратить на коммунальные услуги. Валентина Александровна, пенсионерка. Живет одна в двухкомнатной квартире. Ежемесячный доход 1049 гривен. Вот я сейчас плачу за квартиру, за две комнаты, где-то 575 гривен. Потребление электроэнергии в месяц, где-то 240 у нас получается. Итого 124, да. А сейчас у нас получается где-то 56, даже больше, чем в два раза. 124, 80 плюс 2058. Ну, теперь получается, что с 1 апреля я буду платить на 400 гривен больше, чем до этого. Конечно, это очень дорого. Откуда я могу выкроить? То есть, получается, в принципе, пенсия практически вся уйдет на коммунальные услуги. А кушать. Вот творог однозначно я уже не смогу себе покупать. Ну, яблоки однозначно я от яблок откажусь. Это тоже 100%, потому что яблоки сейчас золотые. Наталья в разводе воспитывает двоих дочерей. Живут в двухкомнатной квартире. Работает мать-одиночка на двух работах. Ежемесячный доход 2300 гривен. Самое дорогое топление и горячая вода, да. Очень дорого. Мне даже не за что поставить счетчики. У меня просто финансово нет возможности это сделать. Ну, вот за свою маленькую квартиру, 39 квадратных метров общей площади, у меня получается за услуги воды, газа, отопления почти 1000 гривен. Посчитаем, сколько будет в этом месяце получаться. Холодная вода. Была 37, стала 53. Ну, вот уже добавилось хорошо. Так, смотрим дальше. 600 гривен отопления. А было 362 на минутку. Горячая вода получается на 20 гривен больше. Газ. Ого. Получилось очень круто. Тут даже невооруженным глазом уже видно. Класс. Ну, даже по вот этим показателям уже я вижу, что я буду платить на 400-500 гривен больше, чем в предыдущем месяце. А для моей семьи и одного работающего, вообще, ко меня, это очень накладно. Ну, не знаю, уже, наверное, будем жить на хлебе и воде. Но я больше не вижу выхода. На чем экономить? Буду думать. Может, третью работу найти еще. Если возьму. Ну, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю.